Ассаламу алейкум ардах тагаин здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала сегодня в казахской истории почти не упоминается имя султана Турсына а если и упоминается то только в отрицательном плане Турсуна называют предателем и подлым человеком среди казахов даже закрепилась поговорка Турсун кудай тувен ненурсун но кто же такой султан Турсун действительно ли он был предателем или это очередная фальсификация казахской истории именно об этом будет мой сегодняшний видеоролик Турсун родился в 1562 году и принадлежал к очень знатной семье туреченгизидов его прадед жанвек был одним из основателей казахского ханства дед великий казахский хан косым отец влиятельный султан жалим брат и советник великого хана хакназара всю свою жизнь жалим султан провел рядом с хакназаром помогая ему восстановить казахское ханство сам тур сын в юности вместе с двумя старшими братьями воспитывался во дворце своего дяди хакназара и многому у него научился кто знает как бы сложилась судьба тур сына если бы в 1580 году его отец жалим султан два старших брата и дядя хакназар не погибли бы от руки наемных убийц подосланных правителем ташкента узбеком баба султана причем этот баба султан был женат на единственной сестре тур сына и потому от него такой подлости не ожидали теперь юный тур сын которому только исполнилось 18 лет остается единственным потомком великого косым хана однако ему не удается выиграть борьбу за власть так как за ним не было популярности или многочисленных сторонников в 1580 году казахским ханом становится шлай внук жанвека и сын жадика так заканчивается правление потомков косым хана и теперь престол переходит к потомкам младшего брата косыма жадика после смерти шлая ханом становится его сын то у кель а в 1598 году престол переходит ко второму сыну шлая есима единственный потомок косым хана тур сын который был на три года старше есима и имел неоспоримые права на казахский престол становится простым казахским султаном не имевшим ни влияния ни богатства когда в 1603 году началась очередная война с бухарой султан тур сын одним из первых включается в эту войну восхищенный его мужеством и отвагой есим хан назначает султана тур сына правителем города сауран еще через некоторое время когда тур сын снова показал свою храбрость войне с бухарой есим хан отдает тур сыну и ташкент постепенно к 1612 году султан тур сын становится влиятельным правителем большого улуса охватившего города ташкент бискент туркистан сауран анди жан шах рухи сгана и суза главной опорой тур сына стали проживавшие на этих землях многочисленные казахские племена катаган шаншклы сиргели канлы ст многие казахские батыры становятся соратниками султана тур сына так ближайшим соратниками другом султана тур сына был прославленный казахский батар шаншклы айрлмас батар по информации махмуда бенуали в армии султана тур сына насчитывалось около 100 тысяч воинов растет и международный авторитет султана тур сына в 1611 году к дочери тур сына сватается бухарский хан имам кули а вскоре тур сын выдает свою сестру которая овдовела после смерти баба султана за правителя кашгара абака и в 1613 году султан тур сын который стал влиятельным человеком в казахском ханстве выдвигает свои права на ханский престол и требует от ясна передать ему престол как потомку великого косм хана как бы в такой ситуации поступил бы законный правитель конечно же любой правитель посчитал бы это мятежом и немедленно направился бы его подавлять но есть мхан поступил по-другому к тур сыну по поручению из мхана явилось несколько влиятельных казахских биев среди которых были знаменитые маргас хажрау и тюлиген жирше с просьбой не начинать гражданскую войну однако убежденный в своем могуществе тур сын заявил есть мхан незаконно сидит на престоле и настало время вернуть ханство потомкам великого косыма услышав такие надменные слова тур сына түлеген жыршы баскалит сайт эй қатаған хан тұрсын хан эмессын хатынсын қаза келсе қапылсын алтын тақта жатсаң да ажалың жеткен батырсын көмбесең де көнерсің иманыңдайд өлірсің ең селебойлы ер есім алғалы тұржаныңды шашқалы тұрқаныңды кешпейсодан татырсың но убедить тур сына а темболе зау пугать было практически невозможно и послы возвращаются кесым хану ни с чем и тогда есым хан вместе со всей своей семьей переезжает восточный туркестан возникает вопрос а почему он так поступил на мой взгляд есть несколько причин такого поступка есым хана во-первых есым хан глубоко любил свой родной народ и никак не хотел гражданской войны во-вторых есым хан действительно хорошо относился к тур сыну с которым вместе рос во дворце хакназара есым хан надеялся что тур сын одумается и признает свои ошибки в-третьих есым хан оставив храброго тур сына в ташкенте надеялся что хоть с этой стороны тур сын защитит казахские земли и последнее быть может в душе есым понимал что претензии тур сына на ханский престол вполне обоснованы ведь тур сын был потомком третьего сына жанебека великого кассыма тогда как сам есым вел свое происхождение от самого младшего девятого сына жанебека и в его роду никто не мог сравниться с кассыма как бы там ни было фактически произошло разделение казахского ханства на две части есым хан ушел восточный туркистан а тур сын остался в ташкенте фактически весь южный казахстан центральный казахстан и жит и су оказались под властью тур сына многие казахские племена стали называть его ханом в 1613 году тур сын провозглашает себя казахским ханом начинает чеканить собственные монеты и собирать налоги со своих владений постепенно тур сына в качестве казахского хана начинает признавать и соседние государства так в российских архивах сохранились сведения о том что в 1616 году торговые люди турсун хана вели успешную торговлю с казанию и тобольском кроме того в 1623-24 годах турсун идет на тесное сотрудничество с ойратами рассчитывая использовать их для того чтобы посадить на престол бухары своего ставленника аблгазе бахадура продолжает тур сына однако и отважную защиту казахского государства все четыре похода бухары 1620-1623 годах оканчиваются полными поражениями от войск турсуна однако в 1624 году турсун отправляет кисым хану который в это время стал правителем турфана и чалыша и активно участвовал в междоусобной борьбе в могулии своих послов с просьбой вернуться на родину и править вместе как их великие предки кирей и жанвет основной причиной такого приглашения стала подготовка бухарой большого похода против казахов причем правитель бухары привлёк к этому походу правителя балха и тур сын прекрасно понимал что в одиночку дать отпор бухаре и балху ему вряд ли удастся поэтому он должен объединиться с есима вернувшийся есим признает турсына старшим казахским ханом и в 1624 году вместе с ним участвует в отражении нашествия бухарцев объединенные силы двух казахских ханов турсуна и есима под антижаном наносят бухаре полное поражение сведения об этой победе содержатся в трудах аблгазы бахадура и в книге бахр аля срар после этой победы есим хан останавливается в туркистане который провозглашает своей ставкой при этом есим хан относился к турсыну уважительно и с почтением об этом открыто пишет в своих трудах лично знакомый с есимом два года живший во дворце турсына аблгазы бахадур но после победы над бухарой есим уже был не нужен турсыну и турсын решает постепенно отодвинуть есима и вновь стать единственным казахским правителем так турсын начинает все с мелочей постепенно поэтапно переходить к вытеснению есим хана последней каплей стал отказ турсына выступить против вторгнувшихся с востока уэратов вместе с есимом в 1626 году это объяснялось тем что турсун рассчитывал если есим хан потерпит поражение от уэратов то наступит конец и его популярности среди казахов если же наоборот есим хан одержит победу над уэратами то все равно его войска понесут потери и ослабнут вот тогда можно будет задуматься об устранении есима однако ни один из этих планов турсына не исполнился так как армия есим хана без особых потерь и очень быстро нанесла поражение уэратам после этой победы слава есима только выросла услышавший об этом турсун пришел в бешенстве и совершил проступок который определил его судьбу турсын со своими войсками решает напасть на ставку есима священный туркистан при этом вожди казахских родов шаншклы сргели ханлы исты отказываются от участия в этом походе в итоге с турсыном остаются только воины рода каталан захватив туркистан воины хана турсуна убивает множество мирных жителей разрушают дома увозят собой в плен семью есим хана после этого турсун устраивает засаду в окрестностях города сайра однако к тому времени есим хан уже был предупрежден и его армия в обход засады быстро двигалась к ташкенту в окрестностях ташкента и состоялось сражение самый разгар битвы турсун вдруг неожиданно бросает свое войско и укрывается в городе озлобленные таким предательством своего правителя воины турсуна сами берут его в плен и отдают в руки хана есима который лично убивает султана голову турсуна есим хан отправляет его зятью бухарскому хану имам кули со словами вот такая участь ждет любого предателя казахского народа дальше разъяренный есим хан приговаривает весь род каталан к уничтожению ярость есим хана была такова что он повелел своему полководцу к кем батыру преследовать катаганов везде где он их только встретит мужчин предавали смерти женщин раздавали война от рода катаган с тех времен не осталось и следа те редкие представители рода катаган которым так или иначе удалось спастись частью ушли в восточный туркистан где объединились с уйгурами частью ушли к узбекам и киргизам оставшихся на казахских землях катаганов принял в свой состав воинственный род шаншклы который прямо заявил есим хану что не выдаст их уничтожить еще один казахский род есим хан уже не решился и разрешил шаншклы оставить у себя выживших катаганов тем более что на сторону вождей шаншклы стал один из ближайших соратников есим хана жиембек патр вот такова история трагического катаганского побоища в результате которого казахский народ лишился одного из самых своих многочисленных племен рода катаган а также потерял отважного полководца турсона такую бесчеловечную жестокость есим хана который до этого старался всеми силами сохранить единство казахов я могу объяснить только следующими причинами во-первых есим хана взбесила подлость турсына который отказался принять участие в войне против врага в лице уйратов но подло напал на священный туркистан убив множество мирных жителей во вторых есим хан понял что если он мятеж турсына оставит безнаказанным то в будущем такое обязательно повторится однако убив турсына и уничтожив целый казахский род катаган есим хан понял свою ошибку и стал искренне раскаиваться что поддался гневу именно поэтому сразу же после катаганского побоища в ташкенте есим хан строит большую мечеть с голубым куполом и почти полностью уходит в молитвы также есим хан не стал преследовать потомков турсун хана а скорее наоборот стал оказывать им всяческое покровительство старший сын турсына мухаммед назначается правителем кашгара младший сын турсына бахи стал воспитываться в семье самого есим хана и впоследствии бахи стал одним из влиятельных казахских султанов внук турсына мухаммед жар также был взят на воспитание есим хана и в 1635 году принимал активное участие в войне против бухары единственная дочь турсына кайша была выдана замуж за сына есим хана салхам жангира и стала прапрабабушкой великого казахского правителя аблай хана но все эти действия не привели к умиротворению в душе есим хана который продолжал переживать за соединенное в 1628 году всего лишь в возрасте 63 лет после быстрой но очень тяжелой душевной болезни есим хан умирает всего лишь на год пережив турсуна и в конце я хочу сказать очень жаль что такой способный отважный и энергичный правитель как турсун потратил свои силы на междоусобную войну только представьте каким бы мощным стало бы казахское ханство и каким бы многочисленным стал бы казахский народ если бы турсун и есим были бы вместе но произошло то что произошло а мы сегодняшние казахи должны помнить об этой трагической странице казахской истории когда впервые и дай аллах в последний раз казахов разделила гражданская гражданская война мы должны не только помнить но и приложить все силы для того чтобы больше такого не повторилось